Продолжение следует... Как время появляется, их выпускаю Вот, а сейчас, как видите, с пятницы что-то так По чуть-чуть выходит, когда время есть, да Ну, вчера я, конечно, дал жару, что-то как два часа заиграл С этими причудами бекарны Но потом у меня просто больше сил не хватило Я там дочитал новости про выступления Microsoft, Electronic Arts И что-то думаю, все А сейчас еще Bethesda уже выступает Ну, уже выступил и Дождь Доги Так что, сейчас сколько поиграем, столько поиграем А потом я пойду итоги читать и поспать не буду Установил там все последние патчи Вот эту всю головомойку, соответственно, для пилосов и терники Откуда у тебя шрам на брови, Аллот? Этот я оказался в достаточно опасной ситуации Там еще была банда Даргулов Даргулы могут быть очень неприятными Тебе повезло, что ты можешь похвастаться только отметиной Им пришлось куда тяжелее, чем мне И это не хвастовство Ну, наверное Вот То есть я установил дополнения Повезли какие-то сюжетные всякие штуки И в том числе нам надавали каких-то предметов Например, вот дали Поучительное открытие Аркемира А, это он нам дал, наверное Это нет, это не с DLC Вот Так, соответственно Дали мне вот такую хрюшку Она прилагалась к чему-то И она дает телосложение Вот Ага, телосложение Такая вот хрюшка Ну, оставим ее, наверное, пока Можно походить с ней Мне кажется, она клевая Ну-ка Ну, прозрачная поросюшка Пусть бегает, ладно Потом А, далее еще кольцо Берт Хауна Умение, насколько помню, на лечение Ага, здоровье восстанавливается плюс 30 Не знаю, кому его можно дать Хорошо, по-русскому можно его дать Оставим пока И дали вот еще шапочку такую На устойчивость к воздействию На восприятие И глаз капитана Что такое глаз капитана? Минус 5 к отклонению в окружении Эээ Типа мы хуже начинаем отклоняться, что ли? Ну, потому что, видите, с повязкой он идет Ну да Ну она и идет, с одной стороны Кстати, прям реально ей идет, очень подходит Но Опять же Ее не окружают никогда Так что можно было бы ей и оставить Ради Того, чтобы на восприятие не давили Ну ладно Мы ее просто будем в инвентаре таскать 37 тысяч у нас В принципе, неплохо Задавался я вопросом Еще не переехать ли нам все-таки на этот доспех Когда мы на него там что-то потратили Порядком денег Я думаю, что надо переехать Просто, соответственно, подкачать его Вот 3000 Ну давайте 30 тысяч на то, чтобы он стал легендой А давайте Хер с ним Я в прошлый раз сокрушался А сейчас, в принципе, посрать Неуязвимость атаки Давай 3000 Все И получаем достаточно Хорошую броню Наконец-таки Вот Потому что это меня немножко угнетало Своим внешним видом Ее мы отдадим Этому нашему товарищу Господи Текеху Текеху мы ее оденем Вот Сейчас мы немножко поторгуем Полечимся И У нас, в принципе, тут неподалеку Плавают всякие нехорошие люди Которых нам нужно поймать Камнелом Насколько я помню Мы его должны были поймать Радульфа вроде мы убили Вот Так что Сейчас мы, так сказать Приведем В порядок себя Поторгуем Так Нет, не Эдер Ой-ой-ой-ой Сколько у нас всего Но это вот все копейки, конечно, стоят Я все-таки Больше надеялся, что Какие-нибудь элементы интерфейса Типа вот этого Приведут в порядок Но что-то нет Ни хрена они не привели их в порядок И как бы хер с ним У меня Я уже так наловчился Просто это могло бы быть быстрее Простой гримуар Плачь смерть Гримуар Мага стихи Гримуар Скелета волшебника Работоковца А, ну они все Одинаковые, да Продаем Гримуар Катрен Леофуина Мага погоды Потрепанные в боях Чародейский Ну, окей Смелые все эти 10 топоров Мы продаем 5 волшебных палочек Тоже это уже все снаряжение Крайне низкого качества У нас там уже все на порядок Лучше есть Прям в разы Так что можно Абсолютно без какой Либо Задней мысли Избавляться от всего этого Рапира Тоже у нас Получше есть Самострел У нас опять же А, это арбалет Ага 8 маленьких щитов Почему бы и нет Вон мы уже 10 тысяч отбили От потраченных Конечно, да Так Гримуар Железная застежка Да, значит, конечно Вот так вот Сколько мы уже Продали всякого Говнища Маленький Средний Средний Ничем не отличаются Того, что у нас Много Можно продать Этих по 2 Ставим Так Аркебуза У нас есть Лучше Так Это меч Отличного качества Да, конечно, у нас Лучший, господи Меч есть Поэтому Смело от него Избавляемся Это тоже Волшебная Павочка Да 9-16 Неплохо бы Узнать По отношению К кому Она будет Неплохой Ну-ка, кстати Интересно Крайне интересно Крайне-крайне интересно Верните меня, пожалуйста У меня же такой меч Да, у меня точно такой же Неплохо бы, конечно Взять что-нибудь уже другое Крайне-м Что-нибудь Вот из этого Моргенштерна 17-29 Ну, слушайте Я, наверное, бы Да, на Моргенштерн Переехал Обратно Наверное Так и сделаю Так Саурибское дерьмо Конечно же Мы тоже продаем Нафиг его таскать Ну, да Поставим так Всякие эти шляпы Плащи тоже продаем Нифига Если тут Все уже таскать Раньше мы таскали Шляпы с собой И плащи Только потому что Хотелось Хоть Чтобы Что-то было На нас Одето А сейчас Как бы в этом Нет нужды Дефолтные Всякие шмотки Мы тоже продаем Вон, видите 38 тысяч уже набрали Как Нифиг Нафиг Так Тяжелый Доспех Продаем Легкий Какой-то Непонятный Доспех Тоже продаем Мы сейчас Наверное Только вот это Все По золоту Уже будем Собирать Потому что Эти Они без Эффектов Идут И по-моему Их даже Улучшать Нельзя Если уж На то Пошло Хорош Стеганный Доспех Офигеть Сколько У нас Все Конечно Продавать Не будем А это Что Средний Доспех Один Оставлю 58 тысяч У нас Уже 10 9 А этот Почему Хуже 840 А этот 240 Бред Какой Ну ладно Так Ну вот Теперь дела Как-то Получше Обстоять Вдвентаре Избавились От кучи Всякого Говнища Так Ну это Я все Пока Не захламил Инвентарь Поэтому Как минимум Это бы я оставил Так Это пистолет Это Мушкетон 3.7 17.22 У нас по-моему Все-таки лучше На руках Но я не уверен Так Это Оркебуза Мы продадим У нас 26.34 Да Это Лучшие Тунны Продадим Тоже Наверное Одно Продадим Стилеты Хуя Стилеты Это кинжалы А это Стилет Да У нас Неужели Получше Ничего Нету Жесть Какая Ладно Ох Ничего себе 83.000 Забирай Все Мы Снова Богатые Влиятельны Но Особо Ничего Мы улучшить Не можем Больше Интересно Кстати До какого момента Можно вот так Было бы улучшать Доспех Мне интересно Ну Ладно Вон еще У нас Сколько Всего Да На Моргенштерна Меняем Все На порядок Лучше Не знаю От каким чудом Откуда у меня взялось Это чудесное оружие Но Мы с уверенностью Берем его Так Сабля Удача Магран Да Хорошая штука Но Наверное Лучше Пока ничего И нету Щит Тоже Достаточно Хорош Но Вот этот Его Как бы Менять Нет Вообще Смысла Нет Этот Без улучшений Так У тебя Самострел Есть Да Но Есть и получше Самострел Я так понимаю 20 27 Нет Эти продать Можно было Ладно Продадим Так Ну и у тебя Тут как бы С палочками 12 Это все Можно было И вот эти Продать 11 19 Но они Ничего Не добавляют Реально Всю Синеву Можно Продать Как-то Не запариваясь Особо Я думаю Так Было бы Неплохо Сделать В идеале Она вот Совсем Чуточку Лучше Но Что-то Она ничего Особо Не добавляет Поэтому Я как-то Не спешу Менять Так 30 39 Ага Вот И это Куда-то Внизу Уходит Ну-ка Лук 20 29 Лук У него Время Атаки Время Восстановления Чуть Быстрее Ну не знаю Есть ли Смысл Как на Лук Переобуваться В таком Случае Оставим Пока Этот Вопрос Так Я хочу Кого-нибудь Из основных Своих персонажей Получшать Но Что-то Мне по ходу Ресурсов Не особо Хватает Ячейка Быстрого доступа Комплект Оружия Зачаровать Комплекты Превосходное Качество Новый Теряется Припыт Ну давайте А для легенды Ага Мне не хватает Сапфиров Но Подождите Можно улучшить А почему он плюсик Показывает Если мне не хватает Ну ладно Неважно О У легкого доспеха Как у тяжелого Теперь показатель защиты Жесть конечно Ой Давай ему Что-нибудь улучшим Так Нет критической Нет Шанс Проигнорировать Атаку Неплохо Превосходное Качество Отлично Берем вот это Минус 35 урона Атак по персонажу В окружении При выходе Из боя Получен урон Критических попаданий Ага И превосходное Качество Берем Получается Отличный доспех Потом только Легенда уже Показатель защиты Восемь У этого Шесть Хорошо Хорошо Ты у нас тоже Носишь легкий доспех Семь Ага При этом Почему-то у тебя Его улучшать нельзя Хочешь вот этот Блядь Он Такой Ебищный С вида Но честно По другому И не скажешь Как бы Другие слова На ум Не приходят Ага Ну этот Кстати Уже здесь Вообще На отшибе Так что Думаю Да Сколько Сейчас показателей Защиты Семь Ну ладно Оставим так Ближнее оружие Мы пока Качать не будем Она им Почти не пользуется О Серп Можно улучшить Окончательность Серп Прям вообще У меня От души Получился Душевный В душу Ну и хорошо В принципе Все сложилось Я считаю Мы так Неплохо Себя привели В порядок Единственное Знаете Что можно Ради эксперимента Мне просто Жутко интересно Если я Улучшу Все таки Мантию И сравню их У этой Восемь Потому что Все таки Дефолтное Снаряжение Персонажей А Ну Нам не хватает Да Плюс два Класса защиты Добавит А вот Все Вот это Только добавлять Хорошее Качество Плюс один Плюс один Все защиты Конечно Жаль Наверное Что я Продал Их Всякие Фирменные Эти Доспехи Ну то есть Типа Индивидуальные У каждого Есть Вон у Эдера Персональный Шанс Персональный Шанс Персональный Доспех Есть Так же Как у меня А Кстати у меня Качество Легенда Ничего себе И у тебя Тоже Легенда Почему не написано Качество Легенда У него Не указано Качество Качество Превосходное Ладно Загрузимся Потому что Жалко Что я Потратил Ресурсы Пока Привержим Эту мантию Не будем От нее Избавляться И давайте Уже Заниматься Делами Нам нужно Как минимум Полечиться Прежде чем Начать Наше Дальнейшее Путешествие И Лучше всего Это всегда Можно сделать В этой Хромой Кобыле Или как Она называется Где После отдыха Мы получаем Все параметры Плюс один Да Да Дикая Кобыла Хромая Кобыла Не суть Важна Не знаю Куда мы Сейчас Направимся Мы Как бы Весьма Хаотично Движемся То есть Просто Выплываем Приплыли Задание Делаем Приплыли Нет Цель Двигаться Там Только По второстепенным Или только Там Следуем Мир И там Уже По пути Что случается То Случается Потому что Так Получается Более Глубоко Можно исследовать Игровую Вселенную Что я могу сделать Для тебя Видите Что ты Любишь Так Все навыки Сейчас Мы еще На секундочку Такеху Возьмем Дадим Ему Этот Доспех И снова Обратно Поменяемся Чтобы он У меня Не залеживался Видите Что ты Не Будешь Так Так Я Ху Кстати Прокачался Молодец А, то есть этот лу лучше, хотите сказать. Превосходное качество, добавит еще показатель защиты. Превосходное качество, отличное качество. А, дальше легенда. Легенда это финалочка. То есть у этого, казалось бы, потенциал выше будет. Давайте пока ему этот аспект дадим, он ему, так сказать, больше, конечно, подходит. Победим тебе это кольцо еще. Пока ставим тебя так и верните мне мою стрелькессу, стрелкессу, девушку стрелка. Так, ну раз уж я тебя взял, я тебе немножко очков подкину. Ты у нас блефом хорошо владеешь. Так, и... Чего бы тебе взять? Чем ты хочешь петь во всеуслышание? Возьмем вот это. Так, самое важное, что эта штука осталась. Нет, подождите, я знаю, что хотел-то. Блин, мне надо все-таки Текеху обратно. Надо-надо. Я все не оставляю надежды на... Ты видишь что-то? Так, дайте мне Текеху. Потому что, поскольку я сейчас патчи вкатил, можно попробовать все-таки в пороховой склад пробраться. У нас сумма на всех. Вот, и надо решить, а... В них там, типа, ну что-то, наверное, мы можем полезно для общего исследования мира. Так что мы сейчас пойдем это сделаем. А если начинает смотреть, что, типа, или ты так пробежишь игру и забьешь там особо не исследуя. Ну вот, и я как бы всем этим ребятам отвечаю, что нет, я прыгну настолько глубоко, насколько это возможно. Там по пути зацепив там всевозможные DLC и так далее. Вот, то есть, обычно это как-то так происходит. Ну, то есть, мы исследуем все острова, все возможные квесты мы выполним. Но, скажем, бороться за все ачивки мы не будем. То есть, если какие-то ачивки мы не получим, да и хер с ним как бы. Так, латунная цитадель сначала, отправляемся к... Ну, просто латунная цитадель, придем, попробуем снова блефом кастануть, если нет, то нет. И потом пойдем на возвышенность перики в бассейн. Вот, и в бассейне мы попробуем что-нибудь, не знаю, получить каких-нибудь ништяков. Так, и снова мы в надеждах, что после патча нам хватит блефа. Ну, суммарно на всех у нас есть 12. Так что, не нужно оставлять надежду на все это. Здрасте. Да как ты мне надоел, честное слово. Вот прям надоел-надоел. Так, ладно. Последняя попытка. Я не могу не давать тебя. Почему не хватает, хрен знает. Я не могу не давать тебя. Нет, у меня мысли на этот счет. Абсолютно. Ну, ладно, сходим в бассейн. Тысячу золотых. А, нет, слушайте, мы же там выторговали за 500 зайти, так что... Нам должно, в принципе, однозначно хватить. Так, эээ... Нет, литейная, нет. А, вот, сияющая баня. Да, нам туда, в баню сияющую. Так. Абсолютно. Мой друг, ты вернешься! Мой друг, ты вернешься! Да, он позволяет менять персонажей, точно. А какие у тебя спальни есть? Ммм... Нет, не очень у тебя спальни. Так, идем сюда. Заходим в баню. Вот это достойное применение анимантии. Ха-ха-ха, говорит, а вот. Так, и... И что? Что мне это дало? Ничего? Пожалуйста, enjoy the baths. Одно максимальное очко усиления и рвение. Ну, слушайте, походу, что-то дало. Да, вот у нас появилась вот эта штука. Неизвестно, сколько она надолго дается, но окей. Ну, раздали, то почему бы и нет. Так, ну и последнее, что бы я хотел после патча проверить. Так, давайте мы пока на выход пойдем. Помните, на Никитаке был храм Нгатти, где нельзя было дальше пройти. Просто я никакой информации в интернете, соответственно, не нашел. О дальнейшем применении этой локации, соответственно, приходится ее периодически вот так тестить. Так, пешком. Так что придется сейчас прогуляться снова оттуда. Понадеяться, что все-таки может... Это был баг. А не я что-то не понимаю. Ну, и... Раскачиваемся постепенно. Вхождение. Так, ага, это же не так работает. Не-не-не-не, вот сюда, вот сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Плюс я помню, что нам еще говорили, типа, здесь пленники есть, которых надо спасти. Но мы же сначала здесь одного торговца спасли, потом он начал заливать что-то еще, типа, ты должен их спасти. Так что... Ну и что? Все то же самое, короче. Не-не-не-не. У панели есть пустое гнездо. Switch lever, base no lever. Интересно. Switch, типа, переключения... Не lever, а lever. Lever-то это как lever покидать, оставлять. No lever, не знаю. Окей. Эта штука находится с обратной стороны, поэтому с ней мы ничего сделать не можем. Так что, вот, увы и ах. Прыгаем на корабль и отправляемся дальше в таком случае, как бы. Раз вариантов особо нету. Так. Уранги... Нет у нас никого. Камнерол... А, камнелом родул у нас. Вин. Брунга. Ага. Не так много у нас осталось заказов. Ну, давайте им... Если догоним, скорее всего, нет. Да ты, зараза. Скользнул от меня. Попался. Так, ну, мы плывем, соответственно. По 85 метров за раз мы преодолеваем. Храйне неплохо. Попался. Нормально. Многовато вас, друзья. Ничего не скажешь. Ничего себе. Ну, Зотти, ты знаешь, что делать. Да, во-первых, наложи заклятие. Сразу же давай херачь по всем. Ох, сейчас как они полягут все. Это что, мне кого-то убили, что ли? Вроде да, кто-то из моих лежит. Так, наложи как-то лучше эту печать лечения. Так, ага, готов. Куда нам его сдавать? Опять убежище лиходеев, зараза. Далеко до него плыть, блин. Так, чё он тут... Ага, мне не хватает на то, чтобы вот этого человека доказать. Ммм, призывает на помощь по игре и как неплохо. Я помню, там то ли кольцо, то ли что-то мы обморали с таким параметром. Все, на всех паралич кинули. Красава получилась. Чё, одного мы там добить не можем, да? Надо его задобавить, побьют по-мощному. Так, у вас все закончилось, у тебя все закончилось, а? Вот и все. Ну и опять подбираем огромное количество мусора. Ё-моё. Так, поменяем состав. И поплывем в Данеджу. Пытался я вот эти песни на ютубе найти. Вау, 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 вау. Которые поют моряки, но не нашел ни хрена, к сожалению. А, вот ты где. Да, я разделался с этим парнем. Осознание того, что вода архипелага более не брызгит охотник на пиратов, стоит в 10 раз больше его собственного веса в пайрах. У Дита достает мешок монет, который едва может удержать в руках. Она вздыхает, расставаясь с ним, а затем вновь возвращается к своей трубке. Печально это говорить, Ужас Морей, но я сижу без дела. Над клиентом уже давно никаких вестей, так что пора нам обоим плыть к новым горизонтам. Пожайте руку, приятно сотрудничать у Дита. Привет, уже смотри, приятно тебя видеть, но работы у меня нет. Ну и катись колбаской. Хорошо, что у тебя ее нету, потому что сюда ездить крайне неудобно. Что есть, то есть. Ну и куда же нелегкая меня занесет на этот раз? В Саюку, в которую мы в прошлый раз пытались доплыть вперед. Не помню, что меня остановило, то ли я начал опять всех выпиливать, кого видел, то ли еще что-то. Но что-то тогда пошло не так, и я не доплыл до Саюки этой. Надо нам стройматериалов еще будет купить. О, до Саюки, да пыль, нифига. А что мне такой обзор, кстати, высокий стал? Я даже вот эти края тумана войны не вижу. Ну ладно. Труп труса? Ха, интересно. Не, нас Саюка интересует. Ого, красиво. Обычно птицы гают где хотят. Почему и Шизо такой чистоплотный? Да не чистоплотный, он прячется и помет между страницами гремуара. Только я хотел немного расширить личные границы. Так, ну, что это за такие деревья интересные здесь растут? Добро пожаловать на Саюку. И некий заместитель нас встречает здесь. А почему... А, вот ты, Тейба, сейчас мы это увидим. Добро пожаловать на Саюку. Мы рады приветствовать тебя. Молодая, Уанна радостно улыбается вам, демонстрируя полный набор острых зубов. Не, 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 сколько раз я показывал, как нужно приветствовать посетителей. Заместитель раздраженно взмахивает рукой и поджимает тонкие губы. Я говорю, наверное, я снова забыла. Не помните заместитель? Мы говорим, чистых тебе небес, Путник. Просто, изящный, никаких улыбок. Слышишь меня, приветница Тейбе? Можно повторить еще раз? Я хочу убедиться, что все поняла правильно. Тейба невинно смотрит на заместителя. Заместитель открывает рот, чтобы ответить, но его лицо внезапно мрачнеет. Он бросает недобрый взгляд на Тейбе и решает не отвечать на это подсуживание. Есть вопросы, Путник. Что ты можешь мне рассказать о Саюке? Саюка, или как мы ее называем, Рибири. Это аванпост Королевской Компании Архипелага. Тебе даже... Тейбе даже не пытается скрыть скуку в своем голосе. Остров Саюка — это центр инженерных исследований Королевской Компании Архипелага на островах. Нами руководит командир флота Акая, самая молодая Руатай, получившая этот титул. Она была лучшей на курсе, наверное, лучшей на курсе в Морской Академии на Такове. А еще наш командир флота — превосходный инженер. Вы забыли упомянуть гигантских акул, заместитель. Что? Гигантские акулы? Гигантские акулы, гигантские кораллы, гигантские деревья, Экера, на Саюке все огромное, кроме Иоана. Да, небольшое облегчение. Никто не осознает, почему на Саюке все растет таким большим, но существует множество теорий. Лично я думаю, что это дар Галавейна. Не подобает офицеру Королевской Компании Архипелага распространять суеверие от Тейбе. Я говорю, в таком случае мне повезло, что я не одна. А почему ты одета, как солдат Королевской Компании Архипелага? Экера, я спрашиваю себя о том же каждый день. Тейбе оттягивает ворот своей формы и закатывает свои темные глаза, когда ей кажется, что заместитель не смотрит на нее. Тейбе проходит обучение у нас. Ее собратья Уана демонстрируют прискорбную незаинтересованность в надлежащем способе решения проблем. Не говорите обо мне так, будто меня здесь нету. Что это вообще за должность такая, заместитель? Все не куро, а не должность. Ты неблагодарная ско... Я заместитель Акаин, командир флота и правительница этого бесполезного островка. И я не позволю всяким праздным зубоскалам смеяться надо мной. Обвислые щеки заместителя трясутся от плохо скрываемой ярости. Так я слышала много-много раз. Тейбе смотрит на вас многозначительно и поднимает бровь. Шепнуть, мне кажется ли этот парень ужасен? Ты половины всего не знаешь. Эдер и Майя забавляются с этого. Что это было, приветница Тейбе? Ветерок подул, заместитель. Называй меня господин заместитель. Экера. Ага. А если с ним поговорить отдельно? На нее переключаются, окей. Здесь не так много всего. Я даже думаю, что здесь нет нескольких локаций даже. Пошечка. Интеллект добавляет мистер Кошечка. Вы видите мужчину в кожном доспехе, потертым и грязным. Его длинная спутанная борода покрыта крупинками соли. Кучерявые волосы не мешало бы расчесать ногти, на босых ногах обломанные. Единственная ценность у него при себе это амулет. О, приветствую. Он колеблется, стоит ли продолжать. Могу я чем-то помочь? Расскажи о себе. Ну, наверное, он с сомнением смотрит на вас, гадая, почему вы задали ему такой личный вопрос. Когда-то я был важным человеком, рыцарем Золотого Соглашения. Потом взялся за одно поручение, а выполнить его не смог. Я больше не смог оставаться в Ордене после этого. За прошедшие годы я исследовал весь архипелаг, дисциплинируя себя и отказываясь от любых мирских искушений. Теперь только невзгоды и страдания способны закалить душу, понимаешь? Неужели? Ну, я кое-кого жду, точнее, не знаю, кого я не знаю, когда наша встреча состоится. Знаю только, что кто-то из провидцев меня ищет, потому я и жду. А как же ты тогда узнаешь, кого ждешь? Я не знаю, но какая разница? У меня есть амулет. Я пока жив, это главное. Амулет? Мне такой не помешает. Да нет, мы отбирать у него не будем, если что, мы на корняк его можем украсть. Ты мне его отдашь? Нет. Меня кто-то должен найти, а узнать меня можно только по амулету. Можно запутать его дипломатией и блефом. Тебе нужно поверить, что провидец найдет тебя и без амулета, это будет лучшим испытанием. Может быть, это и верно. Он осторожно снимает амулет, сжимает его в ладони, и потом передает вам с каменным выражением лица. Дает притязание отказ. Понятно. Ого, на этой подвеске изображен герб рода Айдирских Патрициев, в котором родился нежеланный ребенок. Большую часть своих младых лет юная эльфийка провела в запертис в своих покоях. Она страдала от ужасных истерических припадков и лихорадочного бреда. Родители с пренебрежением закрывали на это глаза. Но благодаря Хемнегу у нее была и мачеха, еще и мачеха из людей. Она сочувствовала девочке и почти в одиночку заботилась о ней. Когда девочка подросла, она отправилась путешествовать, утверждая, что припадки стихают, и она начинает видеть в них картины прошлого, настоящего и будущего. В ней вдруг проснулся дар предсказывать судьбу, и к ней потянулись толпы народа. Родители сгорали со стыда, узнав, что их дочь отвергла высокое положение и живет как простой бродячий мистик. В конце концов, предсказания превратились в полноценные пророчества и проповеди. Родители девочки отправили к ней человеческую мачеху за семейные реликвии, что означало бы полный разрыв семейных уз. Но когда мачеха вошла в шатер провидицы, толпа перед ней расступилась, как по неслыханному приказу. Патчерица, которая заранее знала о ее появлении, поманила мачеху к себе. Она знала, зачем ты явилась. На следующее утро обе они исчезли. Остался только амулет. Только, пожалуйста, береги его. Так, расскажи о себе. Понятно. Расскажи мне, что тебе удалось узнать за время путешествия по архипелагу. Да, готовим три тысячи. Ой, подождите, новый диалог говорит какой-то. Но я кое-кого жду, точно не знаю, кого. Знаю только, что это ты. Я этого не смогу сделать, но вот посланник меня узнает. Я в это верю. Расскажешь мне, что тебе удалось узнать за время путешествий по архипелагу? Самая ценная из моих вещей уже досталась тебе, а ты еще о чем-то просишь? Ладно, я расскажу тебе за три тысячи медиков. В смысле нет, пожалуй, что нет. Ну и ладно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы что, охерели что ли? Я лучше... Умения повыше. Амулет-то он какой-то не очень полезный оказался. блин по новой сейчас беседовать так все с ними мы наболтали сейчас мы еще раз с ним поговорим так кисточку мы тоже заберем сохранимся потом по новой не прогали не прогонять диалоги просишь старика поделиться мудростью но это я могу за три тысячи деков на проницательность и устрашение повышает спасибо тебе он рассказывает вам все чему научился во время службы рыцарем золотого соглашения в частности объясняет как распознать торговца предлагающего товары низкого качества или по завышенной цене убедившись что у вас не обдурит следующий же встречный барыга он отправляет вас прочь отлично все отлично амулет мы у него отжали попа такой огромный рыбой меч можно было бы неделю кормить все население саюки игровая доска истерлась и покрылась срапинами из-за частого использования но это же хорошо значит люди любят играть в шахматы ну или как это подобие этого так давайте спустимся сюда жил жилье командира флота познакомимся с ним привет дружище чё у тебя тут интересно разные бумаги рисунки стихии письма на родину крышки книг потрескались уголки многих страниц загнуты тщательно отобранная коллекция лучших спиртных напитков из руатай командир флота акая устально смотрит на небольшое бумажное море разлившееся на ее столе она держит руке карандаш задумчиво постукивает им по губам внезапно она издает звук похоже на низкое гудение который заканчивается с мешком когда она поднимает глаза и видит вас расчет траектории полета снарядов ужасно утомительно и увы не точно ну почти как шторм она жует кончик карандаша глядя в пустоту за вашей спиной ох эти цифры меня отвлекли я совсем забыл о приличиях и застал меня в редкую свободную минуту кто ты а ты не прочел именно двери прежде чем войти ты ведь знаешь что это кабинет командира флота и что это значит а ты хотел узнать почему я удостоен такой чести личного кабинета я командир руатайского флота на саюке исследовательской колонии королевской компании хиппилага и что же вы исследуете ступа ондры такие мощные шторма и они не прекращаются что то здесь не так впечатляющий титул разве что для тех кто не знаком системой звания руатайского флота это административная должность я стараюсь обеспечить бесперебойность работы нашей колонии на саюке конечно мне было бы намного проще если бы не этот корал а что за флот я здесь не вижу кораблей ты не понял я команду не кораблями этим портом руатайские судна стоят здесь под моей защитой но я не говорю куда им плыть это работа хазануи от хазануи это адмирал по моему акая кивает и бросает взгляд на лежащую на своем столе таблицу с числами изучая ее она вертит свой карандаш в пальцах потом потом что-то записывает кажется будто она совсем забыла о вашем присутствии ясно я думал ты мне дашь снова пачку заданий там типа награды за головами и все такое ну ладно не хочешь как хочешь мне как бы не больно то и хотелось как говорится так давайте сюда заглянем этот уголочек даже никого секретика маленького жаль 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 идем скорее наверх так сюда мы зайдем это у нас что это у нас мастерская чья-то это блять ооо прям как чувствовал молодец слышишь что-то нашел не зря мы эту птичку таскаем типа у это ревахи типа это ревахи вот так вот мы их будем звать давайте мы прежде чем с ними ля-ля то поля мы сохранимся у входа в общий дом широкоплечий мужчина с длинным шрамом на лбу спорит женщиной он скидывает руки наверх собирается закричать но женщина прерывает его на полусловие я не вернусь в общий дом у это никогда я больше обсуждать это не хочу она упирает ладони в бедра и вызывая еще задирает голову почему ты такая упрямая рота и оказывают нам большую честь а ты плюешь им в лицо у это замечает что вы слушаете и приглашают голос что тебе нужно что-то не так нет мы с сестрой просто разошлись во мнениях я кричу на тебя потому что ты говоришь как этот эти руатай а послушай себя мне за тебя стыдно а что не так с народом руатай не обращай внимания у нее зуб на наших друзей севера и переубедить ее невозможно уж я то знаю проблема я тоже знаю пробовал не раз он бросает на типу раздраженный взгляд и закатывает глаза неужели это так глупо защищать свою культуру от алочных соседей нашу культуру она плюет на землю между вами и стискивает зубы они приплывают на кораблях заваленных товарами считают что это дает им право строить стены на нашей земле а потом удивляются что мы не падаем к их ногам и не орошаем их слезами благодарности получается что руатай делают вам одолжение ты стенах она кивает на ряд пушек между саюки и доками и цокает мы все знаем об опасностях архипелага пиратах колонистах детях энгатио мы не раз побеждали их в прошлом нам не нужны их стены и уж точно не нужны эти общие дома ну уэта почему ты поддерживаешь уротай мы видели много бурь но в прошлом году было несколько особо сильных штормов один за другим весь наш урожай коеки пропал нам грозил голод и тут уротай прислали свои корабли много много еды хватит до следующего урожая они могли оставить нас умирать но не сделали этого это была лишь уловка чтобы мы стали зависеть от их экира мы приняли их еду о помощи а теперь мы живем в их строениях и смотрим на море с их стен господи тебя бесит просто что ты в общаге живешь или в чем-то проблема а общая драма здесь причем очередная шуточка руатай когда буря разрушили наши хижины они не стали восстанавливать их хотя мы просили вместо этого они построили общий дом почему вы не вы не единый народ спрашивают они почему вы разделены они думают что знают как нам жить но это наше дело а не их командир флота говорит мы слабы потому что не единая она не понимает что сила уана именно в различиях она не хочет ничего делать дальше для своих руатайских делишек она не хочет видеть ничего дальше своих руатайских делишек да я неправильно прочитал и уана и руатай аумао почему бы не объединиться под чьим знаменем руатай и чем мы отличаемся и чем это отличается от завоевания у нас есть земли и ресурсы необходимые руатай а у них военная мощь которой не хватает нам нас общий предок почему бы нам не создать единую культуру вместе мы будем сильнее я говорю если ты веришь в это то ты даже глупее чем кажешься ну тут либо первое либо второе а можно их всех как бы так сказать обложить яме вы все такие беспомощные тогда уходи кер если не хочешь утопить нас обоих типа фырка это скрещивает руки на потом она стискивает зубы отводит глаза я говорю если не хочешь добавить ничего по делу не собираешься помогать тогда воспользуйся советом моей сестре уходи у нас своих ценников полно да и еще одного нам не надо типа его час лысинк стринг не хочу смотреть как дерутся так ясно тогда мы поддержим парня за то что он все-таки понимает что прогресс невозможен без объединения там и всякого там тыры-пыры ладно вот вот ротай знает что важно а что нет Акира, какая неожиданность. Приспешник Уротай считает, что правда на его стороне. Типа фыркает и скачивает руки на груди, потом она стискивает зубы и отводит глаза. Спасибо за поддержку. Я говорю, не обращай внимания на мою сестру. Она вообще-то добрая. Он пытается положить руку на плечо сестры, но та стряхивает ее, губы презрительно кривятся. Я не люблю видеть Типа в воде-файте. Типа, если бы ты просто слушай! Типа, ты просто слушаешь. Типа, а, ну он говорит, ты должна послушать. Вот, а почему-то написано missing string. Так, на рынок мы зайдем, сюда зайдем. Давайте для начала посмотрим еще за общий дом. Может он вполне себе ничего такой. А они типа, зря с жиру бесятся. Так. За всем этим шумом вряд ли даже Нгати услышит мои молитвы. Как смеют Рапару учинять такой раздрай в моем доме? Чем вообще думают болваны из королевской компании? Огромный Луана мрачно оглядывает здание, сжимая кулаки. Ты таящий сволочь, что? Ну, можно поддержать его. Просто позор, что королевская компания выруждает тебя торчать здесь со всяким сбродом. Хм, хоть кто-то понимает, как устроен этот мир. Что тебе нужно? У тебя комната лучше, чем у других. Я Матару, воин. Наилучшая жилье принадлежит мне по праву. И все же я не могу показать самое дорогое, что мне есть бабушкин боевой молот. Опасаюсь, что его сопрут Рапару. Безумие какое-то. Это абсурд. Как получилось, что Саюка под властью королевской компании Архипелага? Даже величайший из всех Матару не сможет ничего противостоять военным кораблям Руатай. А зачем Рапару красть у тебя? А они ничего больше не умеют. В конце концов, Уана перерождаются в Рапару неспроста. Блин, я бы хотел поменять кого-нибудь на этого. Как его? А ума у меня есть, но я хотел бы поменять, не знаю, а лота, может? Ну и ладно, оставим. Так. Прирасходный боевой молот. До свидания. Это выглядит так легко, когда ты это делаешь. Что ты хочешь? Ну-ка, сейчас он к сундуку подойдет, посмотрим на его реакцию. Так. Ну, он ничего, что-то не обнаружил. Эти ящики набиты личным скарбом, который не поместился в общий дом. Что за скарб, блин? Осаура. При вашем приближении, Куару средних лет вопросительно приподнимает брови. Ее руки слишком перегружены веревками, сплетенными из тростника, чтобы как следует поприветствовать вас. Рядом с ней стоит пожилой Рапару, неуклюжий, пытающийся сплести свою веревку. О, привет! Пришел посмотреть, как я плету ковры? Осаура учит меня. Дергает он подбородком в сторону стоящей рядом женщины. Уголки его губ подергиваются так, словно он пытается скрыть улыбку. Что скажешь, стражник? Мне кажется, или для Куару с Рапару необычно делать одну работу сообща. Так и есть, но я всегда восхищался чудесными коврами, которые плетет Асуару. А Недунга способен починить что угодно. Разве не разумно нам поучиться друг у друга? Хоть она и улыбается, говоря это в голосе Асура, слышны оборонительные нотки. Похоже, ей не раз уже доводилось так оправдываться. Акира, особенно из-за того, что нам всем приходится терпеть у Атуре. Я так понял, что одна типа из низшей касты, а другой из ремесленников. И им как бы, ну типа нельзя вместе, но вот они в итоге как бы вот. Старик лукаво улыбается и игриво толкает Асура локтем. Это точно. Асуара посмеивается, отталкивая руку, но затем, словно припомнив нечто связанное с Аутуре, кривится так, будто надкусила недозрелый плод коики. А вам не беспокойно от того, что вы все под дуной крышей? Все хорошо, вот бы еще у Атуре отучить раскидываться во сне подобно пальмовому листу. Акира, этот мужлан храпит так, что кажется, будто разразилась гроза. Если честно, здесь маловато места, чтобы плести ковры, и я уже несколько недель не могу побыть в одиночестве. Зато мы смогли обзавестись новыми друзьями. Заканчивает за нее Недунга, тепло улыбаясь. Научишь меня плести ковер? Ха, этот навык не из тех, что можно изучить за послеобеденным отдыхом. Но если так хочется провести несколько месяцев в нашем общем доме, то добро пожаловать. У нас есть кровь, я говорю. В целом, неплохо, если не считать того, что спать приходится, словно наваленные друг на друга свитки. Попутного тебе ветра, странник. Спасибо. Ну, да, живут они как в общаге. Это почти одинаковые кровати, сделаны добротно, но почти не дают возможности уединиться. Ну, да. Живете как в общаге. Причем, хуже тем, кто ближе ко входу, потому что через них все постоянно ходят. Так, ладно, идем сюда. Что-то я уже зевки зеваю. Ну, я читать не буду, потому что просто торговец ничего интересного не говорит. Торговец оружием. Девушка облокотилась о прилавок и смежила глаза. Она резко просыпается, едва заслышав поскрепывание ваших сапог, и сразу же начинает что-то натирать, тщетно изображая занятой вид. Что, чем могу помочь? Она укратко утирает слюну с уголка губ. Что можешь рассказать об этом месте? Саюка? Как по мне, тающая дыра, только не... Передавайте многих слов командиру флота. Место, куда обычно отправляют тех, у кого на глазах разрывало в клочке верного друга, или произошло что-то еще в этом духе. Разумеется, так было только до тех пор, пока чокнутые друиды с болот не стали насылать на стены своих медведей и диких кошек. Скажу, если что-нибудь приглянется. А как так вышло, что человек служит в королевской компании Архипелага? Да, частый вопрос, хотя и вполне понятный. Это славная история. Она извлекает из сапожных ножен длинный тонкий нож, которым начинает чистить ногти. А мне повстречался один малый, назовем его, скажем, Коно. Мы с ним какое-то время гуляли, прежде чем я начала шуметь, что хочу более серьезных отношений. Бедняжка так перепугался, что прямо посреди ночи побежал записываться в королевскую компанию Архипелага. Вот только незадача, я отлично лажусь с метательными ножами и владею примерно десятью видами клинкового оружия. Так что я тоже поступила на службу, потянула за нужные ниточки и попала на хороший корабль. Со временем Коно свалил учиться поэзии или чему-то там еще, а я осталась. Возражать никто не стал. Понятно. Отмычки. О, что замечу. Хуже, ну, да, хуже моего. А, фу, блин. А нет. Ну, он немного лучше. Но это опять же двуручник, а у меня-то Моргенштерн. Так, это выход на Архипелаг, а нам нужно еще вот сюда зайти в мастерскую, посмотреть, что здесь есть. Прогуляемся по Архипелагу, изучим его и закончим серию. Пока я не заснул. Тоже меня с говном сожрут, если я не буду выкладывать серии. Хазунуи... Так, вот этот странный купол, вставлено очень толстое стекло. Ну, похоже на какой-то батискап, я не знаю. Так, Хазунуи потребовала установить еще пушки. Нужно выполнять. Нельзя... Вес слишком большой, уже и запас на балласт задействовали. Так, увеличь размер балласта, делов-то. Это как? Тогда весь корабль надо увеличивать. Жалуйся в Элианке, это ее заботы, не мои. И теперь... Лоу. Хэту. Большой западный олень. Однажды Атас сидел на стене, наблюдая за играющим на солнце котом. Кристалл, подвешенный на соседнем дереве, преломлял солнечный луч и рассеял его по земле маленькими отблесками. Они танцевали вокруг кота, а тот энергично бил по ним лапами. Он вертелся на месте, преследуя солнечный зайчик, пробегающий мимо него, и прыгал, пытаясь его прижать. Этас улыбался, его позабавило упорство животного. Кот прыгал на солнечное пятно, хватая его лапками, и оно вновь от него ускользало. Этас смотрел, как кот дергает хвостом и бьет им об землю в раздражении от того, что не может поймать добычу. — Почему ты его дразнишь? — Этас услышал голос за спиной, сопровождаемый хрустом гравия под сандалями. — Я всего лишь приношу рассвет, — ответил Этас. — Я не подогреваю сердце охотника, это ведь твоя обязанность, не так ли? — Это так, — произнес второй голос, — но ты не охлаждаешь его пыл. Если охотник не будет видеть свою жертву, разве сможет он охотиться? — Как всегда философствуешь, Хайлия, — промолвил Этас и повернулся поприветствовать двух богов, которые к нему приближались. — Вы пришли обсудить связь зрения и желания? Он указал жестом на стену, предложив Хайли и Галавейну присоединиться к нему. Они сидели молча, наблюдая за котом, который и дальше охотился на солнечные лучи. Он замахивался на очередное пятно света и, упуская в очередной раз добычу, переворачивался на спину. — Я создал идеальную добычу, наконец нарушил тишину Этас. Ее можно выследить, ее можно преследовать, ее можно увидеть, но ее нельзя поймать. Галавейн усмехнулся. — Ты не согласен? — Галавейн спросил Этас. — Хотя твое творение и неуловимо, но его вряд ли можно считать идеальной добычей, потому что ее нельзя поймать. Он замолк, хмуря лоб в размышлениях. — Будь пятно света материальным, охотник смог бы им завладеть. А так, это просто мечта, тщетное стремление. — Все существа проводят свои жизни в погоне за тщетными стремлениями, — возразила Хайлия. Таков удел смертных. Галавейн вновь засмеялся. — Я мог бы создать существо, живое существо из плоти и крови, которое будет неуловимо. — Я воплощу твою мечту в реальность. Теперь настал черед Этаса смеяться. — Ты предлагаешь превратить тщетную мечту в тщетную реальность? Чем это лучше? — Жизнь, потраченная в погоне за достижимой целью, значительно лучше любой другой. Но ты же сказал, что никто не сможет поймать это существо. Это недостижимо. Галавейн улыбнулся. Человечество и раньше нас удивляло. Я уверен, оно сможет удивить нас снова. Я создам большого белого оленя и отпущу его в мир. Он будет ловким, крепким и выносливым. Он будет вдохновлять охотников грядущих поколений. Все, кто захочет прославиться, будут молиться мне. Все, кто услышит про него, будут просить моего благословения, чтобы найти его. Хайлия покачала головой и удивительно посмотрела на Галавейна. Не думаю, что это возможно. Поэтому я кое-что предложу. Того, кто поймает этого оленя, а они поймают оленя, я наделю такой же ловкостью, стойкостью и выносливостью. Трижды он будет благословен. На охоте они будут просить благословения и у меня, чтобы получить мою награду. Галавейн и Хайлия стали спорить, что имя будут упоминать чаще во время охоты. Третий бог вздохнул с еле заметной усмешкой. Он встал и посмотрел на небо. Солнце уже скрылось за горами. Кот, давно уставший от погони за пятнами света, заснул под деревом. Иотас повернулся и посмотрел на увлеченных спором богов, вздохнув еще раз. Я всего лишь приношу рассвет, повторил он, отправившись в путь по дорожке. А ваше дело видеть то, что я показываю. Да, очень красиво написано, мне понравилось. Ты че, сука? Не хочет с нами говорить, посмотреть на этого хамлоида. Из-под презента пахнет полиролью для латуни с машинным маслом. Прям, ну они же батискап делают, я прям уверен. Ну ладно, раз здесь нам не радует, то мы пока покинем это место. Ой, уже час десять где-то играем, да, если не ошибаюсь? Ужас, ужас. На нас напали, постарайся сдержать их, а я предупрежу остальных. О чем ты говоришь? Нет времени, мне нужно предупредить инженеров. Что? Сезон охоты. Окей. Говорят, ты всех до смерти напугал на причале королевы. Скажи, духи наблюдают за всеми, за всем, чем ты занимаешься? Прямо всё-всё? А где враги-то? О, Медвейды. А, это те самые друиды, про которых мне говорили. Причём. Крупный вепрь. Я думаю, не нужно использовать какие-то сложные заклинания, чтобы случайно не поранить кого-то. Всё? А, нет, ни хрена. Тигер. О, они солдата убили одного. Блин, ещё одного солдата положили. Многие там сами справляются, худо-бедно. Так, вам повезло выжить. Ничего себе, а ты откуда взялся? Да, весело вы живёте, ничего не скажешь. Конечно. Так, где у нас всё? Я помог солдатам королевской компании архипелага на Сиюке отбить нападение друидов. Надо проверить, пережил ли бой командир флота Акая. Ну, конечно, пережил. Почему бы и не пережить её? Ну, живая стоит. Мне сказали, ты помог нам с этими друидами. Отличная работа. Друиды изводят нас с самой нашей высадки. Твой отряд достойно сражался. Для инженеров ничего тяжелее карандаша в руках, не державших. Несколько дней назад я отправил небольшой отряд, чтобы усмирить их. С тех пор о них ничего не слышно. Если честно, хранители, я думаю, их убили. Отразить следующее нападение будет просто некому. Мы руатай сильнее многих хранителей, но мы же всё же инженеры. Нас не готовили к битвам. Учитывая твою прежнюю помощь нам, я надеялась, мы можем положиться на тебя в трудную минуту. Продолжай. Отправляйся в болото, куда я отправил отряд. Там ты и найдёшь главных друидов и убей их. Если ты это сделаешь, королевская компания Архипелага будет перед тобой в долгу. А я примерно благодарна. Ну, конечно, не очень хорошо убивать друидов. Они явно просто, ну, дерутся, так сказать, за свою территорию. Нет, безусловно, друиды. Ты не читал имя на дворе? Я флитмастер Раупа. Ты нашел меня. Ага. И чё, здесь только одна локация? Мм. А, да, точно, мне же нужно купить эти... Ремонтный припас. Давайте 50 хер с ними. Не так уж и дорого они стоят, чтобы я что-то выделывался. Ну, квест с друидами я бы всё-таки, наверное, следующую серию оставил при таком раскладе. Так, ну, тут шмон, наверное, просто, да, обыскать окрестности. Всё. Вот, а на болото мы пойдём в следующей серии. Я надеюсь, что всё-таки там будет какая-то интересная сюжетная развязка. Не просто мы зайдём и всех выпилим, что нам предложат какую-нибудь альтернативу. Вот, а на этом давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!